Добро пожаловать на самое светлое и самое непредсказуемое реалити-шоу «Блондинки в загоне 3», где еще можно увидеть столько красоток, которые сражаются за невероятный приз. Миллион запертый в чемодане. Каждый день они проходят испытания. А ведущие, Капаш и Лена Борщева, принимают решение о том, кто должен покинуть шоу. Обстановка накаляется, и сегодня светлоголовый фонтан прорвет. Это реалити-шоу «Блондинки в загоне 3. Битва на миллион». Доброе утро, «Блондинки». Как ваше настроение? Аминь! Меня тоже вроде бы отлично, но с другой стороны не очень, потому что я уже совершила 5 заплывов и 5 раз потеряла купальник. В результате попросила сплавать Капаша. Капаш поплыл и потерял свои плавки. Поэтому вам сейчас придется поплавать за моими купальниками. У вас есть 5 матрасов и, соответственно, 5 насосов. Почему всего 5? Потому что сейчас я поделю вас на пары. Пара номер 1. Надя, Катарина. Пара номер 2. Юля, Алена. Пара номер 3. Лера, Марго. Пара номер 4. Настя, Вика. Ну и, конечно же, заключительная пара. Маруся и Алина. Итак, правило. У каждой пары есть надувной круг, на котором закреплен купальник. Нужно как можно быстрее доплыть до своего круга, забрать купальник и вернуться на берег. Вы готовы? Да! Погнали! Соревнование начинается. Блондинки берут насосы. Клик! Самый крайний! Капец! И начинают дуть. Давай ты, давай ты. Сейчас, сейчас. Нет, все-таки я. Качает мне? Ну так, на два. Воздух идет, но не на два. Ну, может, по чуть-чуть. Нет, он не качает. Какой неудачный старт. Блондинки не могут надуть матрасы. Он заклеенный. Блин. А, ну, откручивай, откручивай. Зрители не спешат приходить на помощь. Еще бы, такое шоу увидишь не каждый день. Блин, Настя, нам надо. Там уже, блин, весь назад этот матрас. Спец. Но вот, наконец, первая пара спускается на воду. Это Надя и Катарина. Серьезная заявка на победу. Остальные участницы все еще качают. Ну, давай же, давай. Давай ты. Да. Вот здесь прикрывай рукой, главное. Вот это упорство. Похоже, матрасы объявили блондинкам войну. Надя и Катарина уже подплывают к контрольной точке. Но посмотрите, что происходит у них с матрасом. Да, да, он сдувается. Так сложилось, что мы были первые. Дай я на голову надену. Давай, давай. Оригинальное решение Катарины. Возможно, это станет трендом в следующем году. Ну, поплыли обратно. Матрас потерял половину воздуха, а ведь до берега еще плыть и плыть. Еще одна пара девушек уже в воде. Это Лера и Марго. Как все-таки красиво плывет эта двойка. Но что происходит на берегу? Настя, оно ни хрена не качается. Давай попытаемся вот эту штуку снять. Четвертая пара только что ушла в воду. А Вика и Настя все еще пытаются оживить матрас. Оно не влезет. Давай. Одевай. Да, девчонки, качать права у вас получается лучше. Ника, прекрати меня снять. Так ты же кипишуешь раньше времени. Да я не кипишую, потому что это вредно. Ну, я понимаю. Настя не теряет надежды закончить испытание хотя бы до вечера. Тем временем Катарина и Надя уже сделали свое дело. Молодцы. И если судьи не насчитают им штрафных очков за то, что купальник одет на голову, они победили. Хорошо обратите внимание, в адрес был дырявый. И мы по обратной дороге уже друг на друге ползли, чтобы главное на нем быть. Мы успели его надуть, и мы успели за ним, на нем сплавать. Поразительный результат. Но что с остальными парами? С этого ракурса не очень хорошо видно, но кажется, это Лера и Марго. Они забрали купальник и возвращаются к берегу. Юля и Алена пока идут третьими. Четвертые Маруся и Алина. Давай, Маруся, крепи! И на пятом месте безнадежно застряли Настя и Вика. Марго и Лера вторыми закончили испытания. Осталось еще три пары. И вот мы видим обессилевших Юлю и Алену. Да, спортсменка Юля, похоже, подошла к заплыву не в лучшей форме. Ну что, вы третьи. Но посмотрите, что произошло на дистанции. Блин, а ты где? Кто выходит на берег четвертым? Буквально с зубами, да? Вика и Настя. Участницы, которые с самого начала плелись к хвосте. Блин, а ты раньше времени стояла и пешевала, капец. Ну ведь... Вика! Настя! Мы с тобой не последние! Ура! Кто последним заканчивает заплыв, догадаться уже несложно. Это провал. Что не так было, рассказывайте. Трудно одной липси. Как так получилось, Маруся? Вы последний, хорошо так темп взяли. Да. Да, отдыхать не шла. Не отдыхала, я не отдыхала. Другая, не отдыхала. Что ж, предсказуемое начало и абсолютно непредсказуемый финал. Это его величество спорт. Это битва сильнейших. Я была одна, двоих человек я отыщила, вы вдвоем были. Настя, реально Алина прыгала, потому что я боялась, я беру группа себе. Я отыщила двоих человек, одна на себе. Весь конкурс работала Алина. То она руками, тут уже смотрю, она спрыгнула ногами. Тут она опять, ну в общем, просто капец. Никто не плавал со мной, ты была с ней в команде, вы вдвоем гребли. И не надо мне, что я вышла раньше вас. Говорите какие-то условия, ясно? Она стоит и говорит, Алина, это же так легко, гребсти на матрасе, когда ты один, а сверху у тебя лежит еще балласт в размере одного человека. Это же так легко. И она начинает со мной скандал пытаться устроить. Так я не говорю условия, я говорю за то, что вы спорите, а вам было уже легче, потому что вы раньше поплыли. А она что, вообще руками нет? Нет. Чувиха просто обалдела. Я реально гребла за двоих, еще и балласт на себе несла. И тут меня обвиняют в том, что я пришла последняя, в том, что я одна гребла. Да я вообще сама, блин, выиграла этот конкурс, можно сказать, потому что задача была двоем гребсти, а я гребла одна. У нас вообще матрас полностью сдулся, и мы на нем гребли как могли. У всех были свои сложности, успокойтесь и не спорьте. Да, девочки, уже церковь такой устраивает. Капец. Настя, ты не можешь выиграть каждый конкурс, понимаешь? Как это не могу, если могу? Она втемешила себе то, что она теперь звезда, в одном конкурсе выиграла, все, она звезда. Она теперь должна во всех конкурсах выигрывать. Не расстраивайся, в следующем. Вон мы с Леркой себе нормально, туда я руками, она ногами, назад поменяли, все хорошо. А как вы так быстро надули? Мы как быстро надули? Мы херачили как сволочи. Вот она тоже херачила. Испытание окончено. Вы сами видели, кто приплыл первыми, кто приплыл последними. Но самое главное то, что вы не дослушали задание. Потому что, когда мы объясняли задание, мы сказали, что вам нужно принести пять моих купальников и плавки Капаша. Я же забыл. Я же почетный нудист Казахстана. Я плаваю без плавок, но реально это факт. Ну тогда все нормально. И где плавки? Я уже думаю, под камнем привязаны. Результаты. Первое место. Надя Катарина. Молодцы, девочки. Оперативненько, слаженно. Второе место. Лера Марго. Третье место. Юля Алена. Четвертое место. Настя Вика. И пятое место. Это Маруся и Алина. И у меня, собственно, вопрос к Марусе и Алине. Почему так получилось? Виновата я. Потому что я боялась очень мотивация и пустить. Из-за страха. Ну, по крайней мере, хорошо, что ты это признаешь. Сейчас я объясню вообще, для чего этот был конкурс. Вы все знаете, что в этом шоу победит одна участница. Но в модельном бизнесе важна и команда. Потому что часто один человек не может добиться результата, как мы видели как раз-таки на примере Маруси и Алины. И поэтому нужно уметь работать в команде. Этот конкурс и показал, как вы умеете или не умеете работать в команде. В предыдущем испытании мы проверили, как вы можете работать в команде. Но есть еще одно качество, очень важное для модели. Это умение объективно оценивать себя, свои возможности. Признавать свои недостатки, чтобы правильно их скрывать. И показывать свои преимущества. Именно сейчас мы и проверим, можете ли вы объективно оценить себя. Ну, а для этого мы поделили вас на две команды. Одну из команд, в частности, команду Леры. Я сейчас хочу попросить пройти в некий зрительный зал. Ну, а для следующего испытания я хочу пригласить сюда мужчину. Парень, мы соскучились по парням. Он только был красивый. Это Дима, знакомьтесь. Я люблю тебя, Дима. Я не знала, что разглядеть, у него кубики или лицо, или что. Мы так соскучились по мужчинам 11 недель без мужчин. Но зачем же так дразнить блондинок? На самом деле, мужчина с кубиками – это часть испытания. Девушки должны определить, кто из них ему больше нравится. И расставить себя по местам с первого по пятый. На пятом месте таким образом должна оказаться самая невзрачная блондинка. Это очень обидно, потому что ты, во-первых, начинаешь чувствовать на проекте, что у тебя меньше шансов. Твоя самооценка понижается в жопу мира. Ну, это правда. Ну что ж, приступаем? Симпатичный, стараться. Симпатичный, стараться. На вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Поэтому тут может быть все раз. Трех рынков стоят спереди. Это бред. Это не бред, а эти за, эти за главные. Да, да, да. Смотрите, давайте подумаем логически. Он много работает над своим телом. Он, скорее всего, что или спортсмен, или еще что-то. Он очень себя любит нарцисс. Такие люди, как он, они ценят девушек, да, стройных, да, худеньких. С пятым местом я уже определился. Это будет Настя, просто потому что за нему этипажа. Она неплохая, скромная, начитанная, но не моя. Я не должна стоять последняя. В чем проблема? Вот именно в чем проблема? Я должна была, по своему мнению, стоять или вторая, или третья. У нас было пять человек, мы Вику поставили первой. Ну, так почему ты ставишь себя вторую? Ну, потому что, ну, очевидно это. И тут нас звезда просто засверкала, блядь, с именем Настя. Девочки, суть в чем была? Чтобы расстаться так, как ему понравится. Давайте думать, как мужчина. У кого грудь больше? У меня. У Насти грудь большая. Давай уже по внешности судить реально. Из себя меня начала выводить Катарина. Смотрит так на всех сверху вниз. Лего. Четвертое место, амбициозная девушка Маруся. Мне так хотелось, чтобы он подошел ко мне и сказал, Маруся, дай мне свои номер. Она, конечно, хорошая, но я ей поставлю на предпоследнее место только потому, что слишком разговорчивая. И я боюсь, если у меня будет такая девушка, у меня просто к концу дня будет болеть голова. Я думаю, так и будет. Ну, конечно, я бы не видел, с ней накрашенная, нормально. Если бы мы все, конечно, на куфыре, если бы он бы еще подумал, кто бы для что. Блин, я, честно, не знаю. Вы же в реальности красивые. Ну, мне кажется, между вами. Настя, а ты где-то третья. Это точно. Ну, хорошо. Ну, тогда вторая Юля. Я не думаю, что Настя в помине третья, если честно. Я тоже была в шоке, когда сказали, что ты самая красивая в команде красивых. Ну, ты уж точно не самая умная из команды умных. Конечно. Ну, конечно. Конечно. Она начала говорить то, что вот, я вся естественная, я вся такая красавица. Я говорю, знаешь, я говорю, таким мальчиком муж точно на серые мыши не нравится. Я, говорит, не серая мышь. Я говорю, ой, извини, рыжая. Боже, когда она стирает свои эти сантиметровые стрелки, вообще она стоит безликой. Как бы сказать, Настя, давай подумаем. Да. Давай, давай. Я считаю себя красивой. Причёска, макияж. Да, может, ему нравится натурально. Наверное, поставим на третье место Катарину. Ну, она, конечно, яркая девушка, но она слишком яркая. Девушка должна, да, какой-то скоростью отличаться. Ну, вот со вторым и первым местом. Ну, ты посмотри внимательнее сейчас. Последний я стоять не буду. А с Тадамой проиграем. Я бы поставила бы Катарину на пятое место, Марусю на четвёртое. Это как мне нравится. Я должна стоять на втором месте, а ты, Катарина, должна стоять на пятом. У меня просто изнутри вот так всё. Я думаю, ах ты, ***. Вот просто у меня других слов не было. Я считаю, что вообще мы неправильно встали сейчас. Не, ну почему? Ну, ты объясни сейчас. Ну, потому что ты сейчас сама всё увидишь. Не, так объясни свою точку зрения. Ты сейчас стоишь и говоришь, давай. Вы понимаете, что чем больше вы спорите, тем больше, тем меньше вы нравитесь Диме. Девчонки, давайте уже встанем, как встали. Итак, блондинки встали, как встали. Первое место отдали Вике. Затем Настя, Юля и Катарина. Маруся, по мнению команды, нравится мужчине с кубиками меньше всего. Давайте проверим. По результатам Димы. На пятом месте у нас встает Настя. Я на тебе сейчас подойду. На четвертом месте остается Маруся. На третьем месте Катарина, которая была на четвертом. Пока что взаимные оскорбления блондинок не помогли им понять вкусы мужчины. Ни одного совпадения. Кого же Дима поставил на первое место? Итак, второе место Вика. А Юля у нас, значит, победительница. Поскольку я занимаюсь спортом, именно из этого критерия, я поставлю ее на первое место. Ну, соответственно, Вика изведи. Ну и как вы уже поняли, что вы не отгадали ни одной позиции. Ну и сейчас, к радости Капаша, Дима покидает наш проект. Потому что Капаш уже потерял свои позиции. Спасибо, Дима. Спасибо большое. Проходите. Ну, а я приглашаю команду номер два. Откуда я могла знать, что у него будут другие какие-то вкусы, приоритеты? Хотя, может быть, он еще поменял свое мнение, когда я начала, ну, кричать и доказывать свою, ну, точку зрения. Мне обидно за то, что человек просто не осознает, что вообще базарит. Он вообще за своим языком не следит. Это только начало скандала. Дальше будет гораздо хуже. Но пока в игру вступает вторая группа блондинок. Ну и для вашей команды мы тоже нашли мужчину. Итак, встречайте. Мужчина! Ну и для вашей команды мы тоже нашли мужчину. Итак, встречайте. Мужчина! Девочки, вам повезло! Кто там хотел первый стоять в прошлый раз? Как сказала Алена по поводу нашего мужчины, это не мой типаж. Когда пришел этот мужчина, мы такие, оба-на! Как вы относитесь к вобле и семкам? Уважительно. Ну, сейчас посмотрим, как вы относитесь к девушкам. В этой команде участницы на первое место должны поставить блондинку, которая не нравится мужчине больше всего. А на последнее – его идеальную пару. Вы готовы? Да! Приступаем! Первое – это то, которое не нравится. Последнее, которое нравится. Последнее. Я последнее не стою. Но мне было видно, что к нам не пришел такой же красавец. Наоборот, нам было по приколу, что пришел совершенно другой персонаж. И вторая становишься. Нет, ее хочу последней. То есть, с которой он никогда не пройдет. Да вы что, ну? Алена мочила просто на этом. Потому что она – не-не, я самая последняя, я ему не понравлюсь. Это же я, я в домике. Мы усыкались просто с этого, потому что было действительно очень смешно. Марго, да, 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 последний, точнее, ну, первый, который понравится. Как вообще бы никогда? Ну, на последнее поставил бы эту маленькую, такая, сильно разуратно выглядит. Он, как на нее смотрел, она ему точно яркая такая, да. Марго, Марго. Да, сильно пошло. Пошлое, да. Ну, ага, понятно. Смотрите, есть первая, есть последняя. Типа, не нравится – нравится. Так, давай, ты будешь вторая, и вы… Мне кажется, нет, мне кажется, может быть… Нет, ты вторая, а мы должны между собой решить что-то третье. Ну, мы не подозревали, что будет хопота такого плана. Удивил мужчина, конечно. На всех так смотрел, фигушки было понятно, кто ему нравится, кто нет. У Леры губы не накрашены, у тебя губы накрашены. У тебя волосы распущены? У нее заплетены. У нее стрелки есть, у тебя стрелок нет. Посмотри, один аргумент. Твою пальцу! На четвертом я бы вот эту штана. Ну, она вообще, ну, штаны одела, вроде прячет, там что-то по штанам. Непонятно. Все мужчины смотрят на юбки, на ножки. У кого, короче, юбка? Господи, Лера. У нее каблуки с закрытым носом. Какой аргумент? Блондинка. Кого мы подсоем? Третья? Вот эта такая, со стрелками. С прошлого тысячелетия, можно сказать. Самый противный, видимо, характер такой. Честно, у меня сейчас вот это начинается что-то не то. Ну, смотрите, мужчина, который любит сидеть на лавочке вечером, пить пиво, кушать семки. С Марго с бантиком? Да! Как мне показалось, когда он осматривал меня, я была ему похожа на ребенка какого-то. Платье в горошек с этой, с зайчиком на голове. Я буду петь золотые купола. На потом такой, о-о-о! Золотые купола! Давай, все, расставляемся тогда. Ну что ж, давайте поблагодарим нашего героя. Вован, спасибо, душевно, душевно. Всем победы. Спасибо, что вы были с нами. Итак, вот ведем общий результат. Команда номер один не отгадала ни одной позиции. Зато Настя у нас осталась самой красивой. Команда номер два. Начнем с той, с кем бы наш уважаемый Вован ни в коем случае не пошел бы на свидание. Номер пять. Марго. Ну я думала, что ему больше нравятся такие девушки гламурные, поэтому мы поставили Марго. Номер четыре. Алина. Какой кошмар. Номер три. Лера. Надя. Номер два. И номер один у нас сегодня Алена. Алена, ты выиграла. Ну, на первом девушка самая скромная. Вроде для дома, для семьи, так сказать, защищать буду. По мере возможности. Да. Как зовут? Алена. Хорошее имя. Но, тем не менее, у нас есть одно попадание. Это Лера. Которая так и стояла на третьем месте. Да! Точно! Так что, Лера, поздравляю, и ты единственная, кто объективно оценила свои шансы. Ну, а мою объективность мы проверим на вечернем совете. Пока ведущие пошли принимать решение, участницы дают интервью. Это обычное дело для реалити-шоу, но сегодня обстановка накалена с самого утра. И вот это вот непонятное существо будет мне говорить за то, что я с Казахстана, то, что я некрасива, и то, что я должна стоять на пятом месте. После общения с редактором Настя возвращается в дом. Если она такой себе красоткой считает, там, не знаю, ну, хоть, там, не знаю, слегка хоть глаза выразить для начала. Но останавливается, услышав слова Катарины. Падать, поднять какой-то разговор, еще что-то. Что? Какой-то заполнитель. Что тебя не устраивает? Это мой блиц! Это мой блиц! Не надо меня трогать, Настя, иди мимо! Настя, да хватит уже! Настя, я вообще ничего националистического не было! Да ты что? Все слышали это! Да я не это имела в виду! Ты мне сказала, первые три девочки будут стоять с Украины! Ну да, потому что... Потому что вы казашки! Не вы! Я не сказала, вы казашки! Настя сказала, что вы казашки! Три украинки стоят спереди. Это бред. Это не бред, а без... А эти за, эти за главные! Да, да, да! Настя, молчи! Ты сейчас не права реально, ты ее задела! Ты меня задела, и здесь, когда стоила, ты нас их задела! Прекрати! Когда мы уже ушли в дом, Катарина рассказала про то, что она задела то, что они казашки, то, что она сказала про национальность. Тут я уже поняла, что без драки сегодня не обойдется. Я правда не думала, что это так рано произойдет. Ты сказала это одно и... Я не говорила такого! И я сказала, что ты нам сказала! Ты не сказала! Я увидела, что они ругаются, но я стою, думаю, я пока не буду подходить, посмотрю вообще, чем это закончится. Пусть они разбираются. Но когда я увидела, что драка началась, я поняла, что нужно что-то срочно делать, потому что Вика и Катарина были против Насте одной. Я просто увидела у девочек бешеные глаза, просто я не знаю, чем налиты они уже были, с такой злостью и отвращением от этого человека. Ты не так плывешь, ты не так гребешь, ты не так кусаешь, ты не так дышишь, ты не так то-то-то. Мы из-за нее сегодня просрали тупо первый конкурс. Понимаешь? Очень страшно. Потому что она орала все другую. Вика, Вика, что Вика? Что? Перестаньте, девочки, ну не смешите. Да, конечно. Перестаньте. Ты плыть даже мешала. Накидывается на Катарину и начинает кутать. Я просто целый день сегодня успокаиваю. Что Катарину, что Настю, девочки, успокойтесь. Она Алину провоцировала тоже. Ну, видимо, у нее месячные или что-то у нее проблемы какие-то, я не знаю. Ну вот, царапала. Она ее кулаканами пи***чилась. Она мне один раз всего лишь там задела рукой и все. Она тупо начала к ней цепляться. Я говорю, ты что, охренел? Я говорю, не трогай, успокойся, блин. Мы и так сегодня все пытались не реагировать на твои загоны. Катарина была права, потому что такие вещи задевать нельзя. Нужно думать головой. Казахский проект. Как они относятся к национальности? Как можно было вообще такое сказать? Это очень некрасиво. Объяснение, что это было вообще. Потому что то, что они сейчас говорят, я этого не имела в виду. Просто я неправильно выразилась. Я сказала, быстро не подумала. Я это слышала, да. Просто из всех девчонок она мне вообще не нравится. Пи***ь. Мне не нравится ее вместость. Ну так не общайся с ней. Все, ее не существует. Ты идешь к своей победе. Понимаешь? Она идет к своей победе. Знаешь, как бывает? Последняя капля. Тупо может даже это была не ее вина. Оно накопилось у меня. Но вот сейчас она меня взбесила. Как ты предлагаешь решать этот вопрос? Дракой, криком? Убейте друг друга? Да. Какой в этом смысл? Какой? Она вывела. Ты понимаешь? У меня просто клямануло. Потому что она себя умную делает. Я тоже умная. Но я этим не хвастаюсь. Понимаешь? Это был не мой день сегодня. Все. А сегодня почему? Все нормально. Прекращай. Мы тебя поддержим. Понимаешь? Серая б***ь, которая захотела выделиться за счет нас. Ты же умная и стена. Поэтому нет. Не расстраивайся. Все будет хорошо. Девочки плачут. Мальчики дерутся. А лучше вообще не драться. Если она на совете хоть еще слово скажет честно, я тоже не сдержусь. Она, по-моему, всем грубит. Я не знаю, в чем мочит. Вот мне, она постоянно, сколько мы здесь находимся, она постоянно ходит и смотрит на всех сверху вниз. Как будто бы она здесь. Есть она. Да, да. Она мне тоже сегодня это просто вывела. И на конкурсе, когда мы стояли, она начала говорить, что ты сразу стоишь пятое и необоснованно просто, потому что ты серая, ты здесь не интересная, ты последняя. Еще какая-то непонятно кто, извините. Серая масса будет мне говорить то, что я некрасивая, и то, что я с Казахстана, и то, что... Она чего им сама добилась, извините, конечно. Я не знаю, кто она, я к ней уважительно относилась. Просто понимаешь, если ты там, допустим, надула губы, накрасила волосы, там, что-то себе сделала, это не значит, что ты там красавица, да? У каждого свои вкусы. Да, я согласна. И, между прочим, сейчас уже мода на натуральных девушек. Успокойся. Мне просто нужно было выпустить пар. Легко заметить, что у ведущих не самое хорошее настроение. Им нужно остудить пыл разгоряченных блондинок. Какое же решение будет принято? Мы начинаем наш вечерний совет. Понятно, что шутить сегодня мы не будем. В доме произошло ЧП. Мы все понимаем, что кипели эмоции в течение всех этих дней. Ну и логически произошел взрыв. Я предлагаю тогда без долгих прелюдий. Сразу переходим в зоне риска. Сегодня в зону риска попадают Настя, Катарина и Вика. Настя, за твоей спиной очень много побед. И ты показывала хорошие результаты. Но сегодня твое спортивное спокойствие переросло в агрессию. Еще недавно ты стояла одна против всех. Но как только мы подумали, что ты влилась в коллектив, ты стала зачинщиком этого конфликта. Вика, синяки оправданы только тогда, когда они получены в заслуженной борьбе. А когда они явились последствием конфликта, это показатель неумения держать себя в руках. И сегодня твоя ошибка в том, что ты не сдержалась. Катарина, ты знаешь, что уже два человека покинули этот проект, возомнив себя победителями и решив, что любой ценой можно дойти до победы. Но толерантность, спокойствие и умение сдержать напор – это самые главные черты победителя. А ты позволила эмоциям взять вверх. Вика, ты приняла участие в конфликте. Возможно, ты хотела кого-то поддержать. Но в этом проекте каждый сам за себя. Я хочу, чтобы ты это запомнила. А сейчас вернись к девочкам. Катарина, кулаки хороши на ринге, но нужно искать компромиссы. Что бы тебе ни говорили, и как бы тебя это ни задевало, вернись к девочкам и залечивай раны. Все хорошо. А ты, Настя, можешь попрощаться с девочками? На самом деле я спокойный человек, просто действительно накопилось очень много. И, ну, возможно, не хватило последней капли. И вот сегодня она была, и, ну, серьезно, я поступила нехорошо. Я это признаю. Это хорошо, что ты это признаешь. Ты уходишь. Спасибо. Настя, вернись. Может быть, у тебя нет столько нарядов, сколько у других девочек. Может быть, у тебя нет модельной внешности и фигуры. Но у тебя есть этот стержень, который двигает тебя вперед. Кроме того, ни один конфликт не будет решен, если стороны не смогут его закончить при помощи своих мозгов, языка и жестов. И если есть конфликт, сейчас я обращаюсь ко всем, то победителя в нем нет. И страдают все. И поэтому сегодня я хочу воспользоваться своим правом. Правом Вета. Ты остаешься. Спасибо. Потому что в этой истории нет точки, в этой истории нет победителя. И запомните, что здесь больше нет, не осталось командных игроков. Вы каждая сама за себя. Вечерний совет окончен. Готовьтесь к новым испытаниям. Готовьтесь к новым испытаниям. Не переживай. Всё хорошо. дурочки чтобы музыка не хватает я потому что не хотела чтобы из-за этого конфликта этого не стоит чтобы человек ушел потому что она боролась до боец и больше не кричи на меня вместе но руки у тебя действительно сильные как говорила касса девочки не нервничайте вам еще рожать смотрите ровно через неделю расскажите вот почему вы не замазали шрам почему на фотографии вы выглядите красивее чем в жизни я помню чудное мгновение передо мной явилась ты как мимолетное видение как гучи чистой красоты лера что ты нервничаешь эти штаны потому что это ты сейчас начинаешь это можешь пожалуйста успокоить я собираю на лир я спокойно ты выделилась за счет конкурентки ты просто сегодня уничтожила и